Вот, собственно, наша тема сегодняшняя, да, основа ортодонтического лечения на айлайнерах. Сначала, наверное, нужно рассказать немножко о себе, в плане того, что кто я, да. Я стоматолог, ортодонт, который уже достаточно давно занимается именно ортодонтическим лечением, проживаю в Санкт-Петербурге, работаю на кафедре ортодонтии и, естественно, веду клинический прием, да, ну, именно частную практику. С лайнерами, ну, у меня тоже уже есть определенный опыт в плане работы, и вот, собственно, этим я бы и хотел поделиться с вами. Это такая общая, наверное, лекция или презентация, да, которая больше именно обобщает принципы работы лайнеров и сравнивает их немного с брекетами. Более детальную и более такую конкретную и точную узкую информацию можно, конечно же, получить на специализированных курсах, да. Здесь я больше, наверное, хотел просто познакомить и донести до вас принципы того, как происходит ортодонтическое лечение на айлайнерах. Поскольку это достаточно новый продукт, да, и, как бы, с чем я столкнулся? С тем, что многие пациенты слышали о том, что есть такой инструмент, как и лайнер, но никто даже представления не имеет, как они работают. И, соответственно, есть такая же проблема у докторов, да, что не все, ну, как бы, если кто-то и видел, как он выглядит лайнер, не совсем понимают принцип работы лайнеров, да. В чем он отличается от брекетов? И где, и вот эта дилемма, где лучше использовать лайнеры, где лучше использовать брекеты, мы тоже попробуем на нее немножко сегодня так раскрыть вот эту тайну. С чего мы начнем? Мы начнем с краткого исторического обзора. Именно почему, да, потому что, по сути, нашей нау специальности ортодонтии около 100 лет, по факту, да, грубо говоря. Вот первое общество ортодонтов образовал вот этот господин, который зовут Эдвард Энгель, в 1900 году. И, собственно, вот с того момента именно ортодонтия стала как специализированной отдельной наукой. До этого все, это была стоматология, частью ортопедии, частью хирургии. В нашей стране это прошло, конечно же, гораздо больше. Позже это прошло в 70-х, наверное, вот так вот, когда, да, 60-х, когда именно ортодонтию стали отделять от общей стоматологии. И, соответственно, стали мы уже отдельными специалистами. Помимо этого, еще чем известен этот доктор, да, тем, что он предложил классификацию Энгель, ту, которую, по сути, использует на сегодняшний весь мир. Много кто о ней говорит и много к ней претензий. Между тем, она достаточно простая и достаточно удобная для того, чтобы объяснить клиническую ситуацию. Помимо этого, доктор Энгель был еще не просто, ну, как бы так, теоретик, он был очень сильный практик, да. И, скажем так, очень много наработок и патентов им было создано. И, по сути, вот ту брекет-систему облигатурную, которую до сегодняшнего дня используют наши коллеги, да, наши ортодонты, она отчасти была именно создана Эдвардом Энгель. Да, она была не в таком внешнем виде, как вы сейчас это видите на картинке, но в целом смысл был точно такой же, да, то есть была какая-то площадка, да, которая сначала фиксировалась на полукоронку к зубу, а потом, когда появились более надежные материалы, это все усовершенствовалось и эта площадка стала гораздо меньше, да, и мы теперь используем все это отверждаемые материалы для того, чтобы брекет зафиксировался к зубу. Но самое важное это то, что появился вот этот продольный, скажем так, продольный разрез, который называется пас, то есть смысл именно в нем заключается. И четыре элемента, четыре крыла, которые позволяют залегировать, зафиксировать брекет, да. Естественно, чтобы технологии не стояли на месте и прогресс шел далеко вперед, и на сегодняшний день, да, на мой взгляд, уже существуют, скажем так, идеальные брекеты, которые с минимальной потерей торга, которые самолигирующие, которые удобны в работе и так далее, и так далее. Но нужно не забывать, что помимо красивой улыбки, да, и красивого результата, функционального результата, нашим пациентам всегда требовалось эстетическое лечение, да, то есть лечение, которое было бы максимально незаметным. И поэтому всеми компаниями, которые производили брекет, всегда шла такая история в плане того, чтобы создать какой-то незаметный брекет, да, который бы, по сути, мог справиться с любой проблемой, но при этом быть наименее незаметными. Такие брекеты и сегодня они тоже популярно используются. Это керамические брекеты, да, самолигирующие брекеты. Но как ни крути, все равно эстетически это все равно заметно, да, все равно заметно дугу, которая сделана из металла. И сам брекет, он все равно имеет объем, да, и вот этот объем как раз и, скажем, привлекает себе внимание. Более современная, ну, совершенная история в плане именно эстетики и в плане именно незаметного ортодонтического лечения, это, конечно же, лентвальные брекеты, да, те брекеты, которые фиксируются с внутренней поверхности, именно со стороны неба, со стороны языка. И это еще не просто брекеты, скажем таки, стандартные, да, это индивидуальные брекеты. То есть вот так в системе ВИН или системе инкогнинта каждый брекет изготавливается индивидуально под каждый зуб. И переклеить его, ну, достаточно сложные мероприятия иногда бывают. Ну, и поэтому, да, для этого заказывается дополнительный либо стаб, либо брекет, да, в котором фиксируется непрямая фиксация, методом непрямой фиксации. Ну, и то, что сейчас, да, мы пришли к тому, что еще более современные совершенно становятся ортодонтические лечения еще более незаметны. И вот та грань, которую я хотел провести, что в конце именно 20-го века была создана компания Низилайн, да, которая, по сути, сегодня такой основоположник и главный форвард именно движения, ортодонтического движения на элайнерах, которое очень много денег вкладывает в разработку системного обеспечения, да, для того, чтобы именно проводить лечение на элайнерах, проводить лечение именно на вот таких штуках. На вид это пластмассовая капа, да, которая некоторые пациенты даже думают, что она одна и она не меняется, и у них всегда возникает вопрос, как это работает. И между тем я бы хотел отметить такие несколько пунктов в плане того, почему это стало так популярно развиваться и почему это стало именно, ну, приобретать вот такую широкую форму, да, и наши пациенты, они всё больше и больше нуждаются в таком лечении и требуют именно более эстетического лечения, более комфортного лечения. Так в чём же комфорт заключается, да, на элайнерах? В том, что он максимально плотно облегает поверхность зуба, и у него нету вот таких приспособлений, как дуга, да, брейка, то есть нету вот этих острых краёв, которые бы доставляли дискомфорт для слизистых, то есть не натирают щёки, не натирают язык, не натирают, ну, как бы, губы, то есть когда мы носим элайнер, мы спокойно можем жить, говорить, и нам, скажем так, физически каких-то неприятных ощущений не будет. Следующая история в плане комфорта – это то, что когда мы зафиксируем брейкеты, как бы мы ни крутили, на первых этапах это очень болезненные и неприятные ощущения, да, когда вот именно запускается механизм по перемещению, потому что вот это усилие дуги, которые, ну, скажем так, минимальный размер бы мы не использовали, именно, да, он всё равно будет гораздо сильнее, нежели вот того заложенного перемещения в элайнере. Поэтому, собственно, и само лечение, оно менее болезненное происходит на элайнерах. Ну, и, конечно же, удобность, что можно снять, одеть, и, как следствие, здесь же эстетическая сторона вопроса, то, что при разговоре, при жизни элайнера практически не видно, но при этом ортодонтическое лечение проходит, и гигиена, да. В брейкете там очень много вопросов в плане того, как пациенту, находящимся ортодонтическим лечением на брейкетах, как соблюдать гигиену, там прям, ну, я пункт от 10 насчитал, как соблюдать правильно на гигиену полустрета, да. Нужны дополнительные приспособления, нужны ирригаторы, нужны ёрщики, нужны флоусы и так далее, и так далее, и так далее. И, как бы, с элайнером всё гораздо проще. Ты можешь его снять, почистить зубы, и при этом у тебя всё будет на должном уровне. То есть ты не страдаешь, тебе не нужно каким-то способом, специальными, ну, скажем так, закупаться какими-то приспособлениями, которые бы помогали тебе именно соблюдать чистоту. И последний такой пункт, да, это новая технология. Это не просто технология, это то, что, собственно, и привлекает, да, в том, что это новинка, которая очень, скажем так, в высоко квалифицированном плане именно заложенных туда моментов, моментов технологических, да, и вот эти технологические моменты мы тоже сегодня немножко поговорим об этом. Если брать глобально и рассмотреть принципы именно работы брекетов и лайнеров, можно сказать таким образом, что вот эта дуга, которая устанавливается в брекет, в паз брекетов, да, именно она проводит движение зубов. То есть она изначально изготовлена из никеля и титана, это мы, как помним, специальный материал, который обладает памятью формы, да, и при температуре он возвращается в исходное состояние, вот это как раз и эффект, который наблюдается от никеля и титана, он и активно используется в ортодонтеи. То есть по действию температуры дуга возвращается в исходную форму, то, которое было заложено заводом-изготовителем, и, соответственно, она подтягивает зуб к себе, да, подтягивает зуб именно к тому периметру, который заложен в дугу. И, соответственно, и происходит таким образом выравнивание, да, на первых этапах. Позднее мы устанавливаем вместо круглых уже прямоугольные дуги, которые, в свою очередь, вместе с самодействием с пазом брекета начинают отрабатывать еще и мезодистальные наклоны, и наклонную вестибул оральный, да, то есть начинает уже именно такая более тонкая биомеханика именно в плане реализации всего лечения. С лайнером тут, и вот мы возьмем простой клинический пример, да, небольшая скученность на нижней челюсти в области четырех зубов. Каким образом это будет корректироваться, да, вот мы с первого этапа сначала наклеили брекеты на каждый зуб в определенном порядке, в определенной высоте, да, для того, чтобы в конечном результате они у нас выравнивались в ровную дугу, и вставляем туда в паз как раз никель-титановую дугу. И вот эта никель-титановая дуга, она будет подтягивать все зубы в правильный ровный контур, да. Всегда в таких моментах очень важно, чтобы было место, куда дуга выставляет зубы, да. И для этих целей мы проводим сепарации, либо мы какие-то проводим удаления, либо еще что-то делаем, ну, проводим работы по тому, чтобы создать это место. И буквально через время, да, мы можем, меняя вот таким образом дуги, получить вот тот результат, за которым к нам приходят пациенты, да, то есть именно по контуру дуги выставляются все зубы, то есть они вытягиваются в одну вот такую ровную историю, да. И независимо от того, где какой зуб, он обязательно, включенный брейксинем, все равно на него будет оказываться движение, и все равно с ним тоже будет происходить ортодонтическое перемещение. Если же мы говорим про элайнеры, как бы элайнеров, есть два таких очень важных момента. Во-первых, это не одна капа, да, нужно понимать, что их делается большое количество для того, чтобы из неровных зубов зубы стали ровными, да. Ход вот этих элайнеров, да, вот того старта, от того тех неровных зубов составляет где-то 0,20-0,25 миллиметров, да, то есть в каждом, мы в программе это берем, астически перемещаем, да, вот эти зубы, и вот этот ход перемещения составляет 0,20 миллиметров, да, то есть с каждым элайнером зуб двигается на 0,20 миллиметров, то есть элайнер подталкивает зуб в том направлении, которое нам необходимо получить, да, и тем самым мы получаем именно вот то движение, которое необходимо. Здесь же за счет того, что в программе сначала все моделируется, мы можем локально перемещать по отдельности каждый зуб, то есть мы можем перемещать, допустим, только центральную группу зубов, не трогая боковую зубу, да, на брекетах же вот такого локального воздействия никогда не получится, потому что это брекет-система, и она обязательно ставится на всю дугу, зубную дугу. С элайнерами мы можем прям локально действовать на один зуб, и за счет того, что такой более плавный переход именно при движении, да, в них более комфортно и происходит ортодонтическое лечение в плане именно вот неприятных ощущений, да. Каким образом же изготавливается вот такое большое количество элайнеров? Сначала все программируется в клинчеке, то есть зубы отсканируются, и в программном обеспечении производится их моделирование, да, то есть как вот вы видите сейчас на видео, из вот этих неровных зубов при помощи специальной программы мы их выставляем так, как хотим, да, так, как хотим в конечном результате получить. И программа вот из старта в конец, да, она, скажем так, мы ей задаем специальное направление для зубов, она как раз и моделирует вот это перемещение на 0,20 мм, да. За счет этого, по сути, и происходит движение зубов, и лайнер их как бы постепенно толкает. Плюс мы можем еще, скажем так, поэтапно действовать. Сначала один зуб пододвинуть, да, чтобы освободилось чуть-чуть место, потом другой зуб пододвинуть, чтобы освободилось место. И вот таким образом мы локально создаем место в передней группе для того, чтобы они все поместились, да, и для того, чтобы мы получили ровный вот такой, ровный вот такой зубной ряд. Далее запускается уже следующий этап, который подразумевается, каким образом, в том, что, в чем он подразумевается, да, тем, что мы при помощи 3D-принтера все вот эти этапы по очередности, которые мы запрограммировали в программном обеспечении, мы их непосредственно на 3D-принтере распечатываем, да, и вот, соответственно, от того, какое, по степени какой сложности движения, настолько и будет количество вот таких моделей, да, именно, ну, которые, каждая модель, в которой будет заложено вот это перемещение зубов. Их так достаточно большое количество обычно происходит, то есть там от 10, и можно в неограниченном виде сделать. После этого по технологии мы берем модель и при помощи вакуумформера, ну, обычно это аппарат Министар, да, мы просто берем ее и обжимаем при помощи вакуумформера и получаем вот такой уже красивый элайнер, который потом в предварительной технике еще обрезает по дуге и по переходному краю, да, в зависимости от того, какая обрезка нам нужна. Как же в самом зубе, в самом элайнер, за счет чего происходит, да, именно перемещение? То есть как происходит вот этот вопрос в биомеханике? Самое простое, с чем, наверное, реализовать какое движение на элайнерах, это как раз вот именно первое, что мы учим в артодонте, это неконтролируемый наклон, да. То есть когда у нас клиническая коронка и корень преодолевают определенное состояние и за счет этого происходит именно выставление зуба в том объеме, в котором нужно. Поэтому, если говорить про эффективность работы элайнеров, они суперэффективны, вот в таких легких случаях не такой, как здесь на картинке, да, когда есть небольшая скучность в переднем отделе на верхней, либо на нижней челюсти, да, когда мы можем чуть-чуть резцы наклонить, им будет достаточно места для того, чтобы они выставились. Это все будет происходить вот только как раз за счет вот такого движения, именно неконтролируемого. Для того, чтобы провести более сложные движения, да, по ангуляции, например, либо по торгу, одному элайнеру не справиться. И для этих целей есть специальные приспособления, да, которые называются аттачменты, например, да, то есть элайнер как раз толкает вот такой аттачмент, и зуб гораздо лучше производит, ну, именно, его перемещение, да, то есть именно как раз происходит его доротация. Помимо этого, есть специальные вогнутые аттачменты, да, которые дают большей степени движения по торгу, но в целом вся идея заключается в том, что это, скажем так, дополнительные рычаги к коронке зуба, да, то есть они как раз помогают перемещать зуб в правильном направлении, потому что если бы этих аттачментов не было, зуб просто бы наклонялся, да, то есть он не двигался бы корпусно, а в большей степени именно коронка наклонялась за счет вот такого неконтролируемого наклона. И вне зависимости от того, какие эффекты мы хотим получить, да, лучше использовать вот такие аттачменты. Для экструзии они специальные, для интрузии, в принципе, ну, как бы нет каких-то таких специфичных аттачментов, и в принципе, как бы интрузия на элайнерах это самое предсказуемое, то, что будет происходить, да. Ну, это самая достаточно простая история, и кто начинал уже работать, наверное, он даже чрезмерно с этим сталкивался, особенно в боковых участках, когда происходит дезокклюзия, да. И прежде чем лечить вот таких пациентов, нам обязательно нужно провести полную диагностику и планирование, да, потому что от этого будет зависеть наш результат, от того, как мы распланируем передвижение зубов. Для того, чтобы правильно провести диагностику, необходимы пять вот таких пунктов, да, с чего он начинается. Первое, это классический анализ модели, единственное, что на сегодняшний день мы уже отошли от снятия оттисков с лепочными материалами, да, на сегодняшний день мы используем уже сканировать, да, при помощи дополнительного программного обеспечения. Можем, вот, сканировать зубные ряды и уже можем по ним провести расчеты, получить данные. И самое главное, что, наверное, приятное, мы можем замоделировать именно то движение, которое мы хотим, и мы можем замоделировать именно разные варианты ортодонтического лечения, для того, чтобы пациенту было проще сориентироваться, что мы хотим получить в конечном результате, да, то есть, ну, как бы, это такой, во-первых, как дополнительные данные, очень хорошая штука, и, конечно же, для мотивации именно пациентов на ортодонтическое согласие, это тоже отличный вариант. Ну, здесь как раз видно клинчек того, как изучается модель, да, 3D-модель, и то, каким образом она, скажем так, помогает, да. Самый важный, это, опять же, на мой взгляд, снимок, который нам дает именно понимание о том, насколько выраженная проблема с прикусом пациента, это как раз телерентгенограмма боковой проекции, да, то есть, при помощи нее мы можем определить, насколько выраженная проблема с прикусом, насколько, какой у него прикус, да, второй скелетный класс, когда челюсть верхняя очень большая, а нижняя очень маленькая, либо третий скелетный класс, когда нижняя челюсть очень большая, а верхняя очень маленькая, да, и, исходя из вот этих параметров, мы можем понять, как лечить нашего пациента, то есть, То есть это будет либо просто заболевлярная компенсация, либо это будет какое-то ортодонтическое лечение с удалением, либо это настолько сложная история, что лучше всего её провести именно комбинированное лечение. То есть когда мы проводим ортодонтическую подготовку и потом хирургическим путём производится коррекция несоответствия размера верхней и нижней челюсти. Без фотопротокола на сегодняшний день вообще, наверное, нет дальнейшего продвижения в плане ортодонтии. И нужно нам обязательно фотографировать боковые снимки, делать опузионные снимки, делать тот спектр, который минимальный, который необходим. Помимо этого и обязательно улыбка, ведь нам пациенты приходят не просто за красивыми зубами, они хотят улыбку, они хотят в конце улыбаться, да, красиво. Для них то, что какие там будут контакты в боковых участках по первому классу, по второму, по сути, это не настолько принципиально. Для них важно то, как они будут в конечном результате улыбаться, да. И вот фотография здесь, она максимально нам помогает. Особенно, ну скажем так, при планировании клинчека, при фотографии улыбки мы можем использовать референтные точки, да, то есть ориентироваться, исходя из этого положения зубов, на положение остальных, чтобы максимально получить красивую улыбку. И, да, про то, что, ну скажем так, подытожить, чтобы это все, это, конечно же, КТ, компьютерно-лучевая диагностика, да. Без этого нет смысла вообще, в принципе, ну если более серьезное, проводить лечение на элайнерах, потому что вам нужно понимать, как там будет происходить перемещение, да. Если там объем необходимой костной ткани для того, чтобы зуб двигался, либо бывают такие истории, что пациенту еще не начиналось ортодонтическое лечение, а у него уже в опекальной части, допустим, примоляров, у него уже есть небольшие перфорации, да. И, конечно же, при лечении дистального прикуса с дистализацией, никакая дистализация не осуществится, да, потому что зуб уже выведен из картикальной пластинки. Поэтому компьютерная томограмма, она, по сути, показывает нам всю ситуацию изнутри, да, какие зубы мы можем перемещать, в каком объеме мы можем их перемещать, а какие лучше не двигать и оставить на своем месте. Если мы будем говорить про такие показания, наверное, да, или можно сказать идеальные условия для использования лайнеров на сегодняшний день, это вот те пункты, которые я привел, да, то есть это, первое, это скелетный класс с легкой скучностью передней модели. Тут, в принципе, даже и говорить не о чем, да, то есть мой лайнер достаточно просто с этим справляется, и тут не нужно как-то продумывать какую-то серьезную биомеханику. Техник, с которым вы работаете или компания, у которой вы осуществляете заказы лайнеров, они в этом плане достаточно эффективны и, как правило, проблем нет. Если же осуществлять какие-то другие движения, например, трансверзальные, да, либо получение междистального наклона, то тут, скажем так, лайнер максимально эффективен, ну, с такими допусками, да, когда мы хотим изменить размер, ну, по ширину верхней челюсти, допустим, не верхней челюсти, а размер зубной дуги, то лучше делать это не более 4 мм, да, то есть это о чем говорит? О том, что лайнер на 4 мм спокойно может расширить, но более это уже нужно думать, либо это использовать дополнительные приспособления, другую граждариана, либо расширяющие аппараты какие-то, да, то есть, ну, один лайнер просто не справится с вот таким движением. Если же про междистальные наклоны говорим, да, то тоже не более 3 мм, потому что потом нужно просто, ну, он может справиться, но ему не хватать будет опоры, ему необходимо будет подключать дополнительно, ну, как правило, это микроимпланты, либо дополнительные какие-то приспособления. Проведение интрузии, ну, я уже сговорил, да, на микроимплантах это достаточно, ну, такое простое мероприятие, и, как правило, даже, ну, как бы до 2 мм интрузия, она спокойно реализуется, и, в принципе, проблем никаких нет, ну, и перекрестная окклюзия, если это в переднем отделе, и, скажем так, нету проблем в боковых отделах, то она тоже достаточно легко корректируется. Что не очень корректируется хорошо на элайнерах, да, это, конечно же, выраженный скелетный проблем у прикуса, и особенно, если еще не выражены скученностью, да, и если еще с дистопией зубов вместе в совокупности такая проблема, да. Почему это, как бы, сложно, да, потому что это, по сути, и на брекетах-то непростое лечение, и на брекетах это требовало бы удаления или требовало бы подключения, там, микроимплантов, либо операций, да, поэтому, собственно, и для элайнеров это тоже непростая ситуация, поэтому тут, наверное, вот такие случаи, когда все очень плохо и очень сложно, лучше корректировать на брекетах, да. Что еще, да, из того, что я столкнулся с тем, с тем, что экстра, ну, скажем так, ретинированные клубники, либо премоляры, когда мы пытаемся вытянуть, да, они обязательно требуют дополнительных приспособлений, то есть помимо элайнера мы обязательно должны использовать микроимплант, ну, как правило, это микроимплант, либо какие-то съемки, дополнительные аппараты, да, для того, чтобы именно как раз происходило движение в области этого зуба. Чтобы как движение происходило более программировано и более, скажем так, эффективно, как я уже говорил, в биомеханике обязательно нужны дополнительные штуки, эти штуки называются тачминты, да, они помогают именно зуб доротировать, помогают именно двигаться зубу в нужном направлении, да, в котором вы задали в клинчеке, то есть он как раз такой рода как дополнительный рычаг, и он эффективен, да, потому если мы просто взять анатомию зуба, он по сути по своей бочонок, да, и если мы хотим как раз его доротировать, либо выдвинуть без вот таких приспособлений, это очень сложно сделать. Поэтому вот такие штуки, они планируются как раз на этапе клинчека, и как раз вот при помощи них и происходит вот те, ну скажем так, более значительные перемещения зубов, да, когда нам нужно именно сильно отклонить зуб, либо выдвинуть, вот эти клинчеки, оттачки-то они помогают как раз это сделать. И на этапе планирования клинчека мы их располагаем, да, в зависимости от того, куда мы хотим переместить наш зуб. В ре-жизни же они выглядят достаточно просто и незаметно, а если говорить про то, каким образом они изготавливаются и фиксируются, то там всё достаточно просто, да. На первых же этапах, если вы хотите установить оттачменты, приходит специальная капа, она обычно более лёгкая и более эластичная, чем лайнер, и в этой капе, да, в ней уже есть место, куда нужно как раз вот поместить материал флтек, в частности, ну тем, что я работаю, да, либо другой какой-то композит, и лучше использовать композит, и в каждую такую ямку на капе он носится, потом это мы, как обычно, протравлю, прочищаем поверхность эмали, протравливаем, наносим бонт, засвечиваем бонт, и потом надеваем вот эту капу как раз с нанесённым внутриматериалом, и засвечиваем весь вот этот материал, который остаётся. То есть, по сути, это кнопка, которая сделана из пломбировочного материала. И, как я уже сказал, лучше использовать именно плотные композиты, да. Если использовать для этих целей жидкотекучий, то вы столкнетесь с такой, ну, неприятной проблемой, в плане того, что жидкотекучий, он очень сильно растекается по зубу, да. И потом нужно будет очень много времени потратить на то, чтобы вот эти излишки материала, их устранить. С композитом плотным, например, как с флотеком, либо ещё с каким-то другим вариантом, такого растекания не происходит, да. И тем самым потом просто меньше нужно будет времени на то, чтобы убрать излишки. В идеале, чтобы аттачмент максимально, ну, были чёткие границы, да, как вот запланировано, как показано на вот этих картинках, чтобы не было, ну, скажем так, размывчатого пятна композита, да. Если она будет, это, в свою очередь, не даст элайнеру плотно прилегать к зубу, соответственно, не будет давать плотно прилегать к аттачменту, да. Поэтому это очень важная история, чтобы потом в конце хорошо и тщательно обрабатывать. Вот здесь вы как раз, да, ну, скажем, можно рассмотреть, где они находятся, да. На элайнере видны заготовки, ну, как раз вот эти маленькие, да, где располагается аттачмент для того, чтобы как раз вращать зубы, как раз перемещать их. Если мы увеличим эту фотографию более детально и более подробно, мы как раз увидим вот эту маленькую штучку, да, вот на нижнем зубе, на премаляре он, наверное, более выражен, на верхнем премаляре он не так сильно выражен, на клыках, но тоже, да. Все, опять же, делается для того, чтобы пациенту было максимально комфортно, для того, чтобы пациенту было максимально приятно и эстетично ходить в элайнере, да, и поэтому они обязательно делаются, ну, там, СА-2, либо СА-1 цвета, да, для того, чтобы наш пациент не замечал их. Чтобы вокруг его правильно заполировать и правильно обработать, необходимы финиры, да, которыми мы как раз заполировываем вот эти края и чтобы он прям четкие были грани данных зубов. И потом энхансом проходим вокруг оттачмента, чтобы прям гладенькая-гладенькая поверхность была. Если вы этого не делаете, просто может налет быстрее скапливаться, да. Помимо того, чтобы наклеить оттачменты, иногда нам приходится проводить сепарации, да, для чего это делается. Самая распространенная проблема, то, что природа не всегда, скажем так, гармонична, и иногда она делает верхние зубы чуть больше, либо нижние зубы чуть больше, чем верхние. И в таких случаях нам приходится проводить именно коррекцию мезиодистального размера зубов. То есть для того, чтобы они были гармоничны, верхний и нижний зубной ряд, для того, чтобы как раз они правильно закрывались, правильно контактировали с друг с другом, да. Иногда нам необходимо делать сепарации для того, чтобы убирать темные треугольники, да, чтобы получились более эстетические результаты. И лучше всего делать вот такие манипуляции, да, именно по сепарации контактных пунктов. Это, например, самый простой вариант. При помощи штрипсин, да, металлической алмазной покрытой. В пленчайке мы изначально планируем, когда лучше всего сделать такую манипуляцию, да, чтобы именно она правильно выставила зуб и правильно вот это место, освободившееся за счет сепарации, занял зуб. Либо это можно делать бором, но это нужно очень делать аккуратно и очень тщательно и обязательно использовать вот такие ключи, да, в которых уже есть специальный размер, в котором, мы скажем так, они специально идут уже 0,20, 0,10 мм, 0,30, 0,40 и мы можем отсепарировать контактный пункт, да, проверить себя, насколько мы это отсепарировали. Если недостаточно, то можно добавить еще и тем, ну, именно сепарации, да, штрипсы, заполировать ее потом и проверить еще раз. Вот это, наверное, очень важный момент, потому что в элайнере все планируется на этапе клинчека, да, и если вы где-то, ну, скажем так, допускаете какие-то мелкие огрехи, там, допустим, какой-то аттачмент наклеили, где-то его наклеили, но он не совсем правильно обработан, где-то не сделали сепарацию, да, и вот эти вот мелкие моменты, они накапливаются, и в итоге просто зубы не перемещаются в том направлении, в которое вы запланировали, да, то есть вот эти мелкие недочеты, они потом воплощаются в большую беду, и что вам приходится по новой снимать оттиски, либо проводить сканирование, и по новой доводить, ну, заказывать элайнеры для того, чтобы провести новое лечение, ну, не новое лечение, а продолжить это лечение для того, чтобы скорректировать, да, вот у них скучность, с которой обратился пациент. Про ведение, да, именно как раз сепарации, для себя можно на каждом приеме проводить, скажем, такой контроль, да, того, как вы сепарировали, достаточно или недостаточно, помимо вот этого ключа, да, мы можем использовать классический флосс, и вот таким движением, да, проверять, насколько плотные контактные пункты. Если флосс не проходит, если он клинится, то, конечно, лучше это штрипсы и такой контактный пункт заполировать для того, чтобы звук мог перемещаться, да. Если, опять же, возвращаться к брекетам, для брекетов вот этот момент не настолько принципиальный, да, почему? Потому что там дуга очень сильная, она вначале мягкая и тоненькая, а потом она уже такая прямоугольная и достаточно жесткая, и она просто не видит преград на своих путей, да, и если где-то зуб не перемещается из-за того, что он упирается в другой зуб, на элайнере, ну, как бы это будет такая проблема, да, на брекетах это будет, ну, такое жесткое движение, но оно в итоге выровняет зубы. Но, как правило, вот такое жесткое движение, оно не совсем физиологично, да, не совсем правильно, не совсем корректно. поэтому планирование именно вот биомеханики, планирование именно создания места, это самая такая, наверное, важная часть именно в работе с элайнерами. Вот здесь дальше приведу клинический пример, да, вот такой, ну, скажем, он может быть не сильно выраженный, да, в плане именно наглядности, но, на мой взгляд, это действительно, ну, как бы существенная разница, да, вот смотрите, слева вы видите большие промежутки между вокруг клыка, вокруг 13-го зуба, вокруг 23-го зуба, да, то есть, ну, как бы, такие промежутки, ну, достаточно сложно их закрывать и достаточно много времени будет требоваться для того, чтобы закрыть их на брекетах. На элайнерах это все гораздо быстрее происходит, да, потому что мы сразу, скажем так, одни зубы используем для опоры, другими зубами сразу же начинаем их перемещать для того, чтобы закрыть их промежутки. В брекетах уже все работает по-другому, да, то есть, вот, два клинических случая, один скорректирован за пять месяцев, да, ну, там не до идеала, но уже изменилась картина, да, кардинальная, и второй случай, тут за девять месяцев похожая картина получилась, да, почему? Потому что, опять же, брекеты из-за вот такого хода лечения, которые, ну, никак не перепрыгнут, да, сначала мы ставим тоненькие дуги, потом они толще, толще и толще, то есть, вот, из-за вот этого этапа нивелирования, когда сначала зубы выстраиваются в дугу, и потом только мы можем их перемещать, и потом можем их передвигать для того, чтобы вот закрывать такие промежутки. На элайнерах мы сразу можем зуб двигать в том направлении, в котором нужно, и, соответственно, получать, ну, хороший результат, да. Если говорить про ошибки, осложнение, это, наверное, вот такая самая частая история, да, почему, скажем, все говорят, что элайнеры не работают, да, ну, потому что первое, с чем мы можем столкнуться, с тем, что наш пациент просто их не носит, да, он забывает где-то их, либо не носит то надлежащее количество времени, а на сегодняшний день это 22 часа, да, то есть, ну, они, лайнеры должны находиться в полусерта. И, в принципе, есть исследование, что вот такой набор кап, ну, этап, то есть, да, можно носить около 10 дней. Так вот, некоторые пациенты просто не выполняют вот эти указания, да, и тем самым они через день носят, пытаются зафиксировать следующий элайнер, но, конечно же, он не сядет, да, потому что зуб еще просто не переместился на тот объем, который необходим. Он еще не пододвинулся вот на эту историю, которая необходима. И вот тогда, вот как здесь можно видеть, есть такие, скажем так, как недосаженные, да, именно промежутки, где зубы спокойно могут ходить. Следующий момент, это, конечно же, нарушение протокола сепарации, нарушение протокола установки тачментов, да, то есть, ну, как бы, за счет этого в мелкие детали может происходить, ну, неполноценная работа именно вот того заложенного движения. И, конечно, что еще, да, и, конечно же, вот такой самый важный момент, это то, что все нужно правильно планировать, планирует в плане именно опоры, то есть, сам элайнер, он, ну, скажем, один зуб очень хорошо двигает, но когда вам переместить нужно группу зубов, когда вам нужно изменить положение, там, передней группы, элайнеру нужна помощь, да, то есть, ну, как бы, по сути, брекетом в таких случаях нужна помощь, да, и мы, там, используем цепочки, используем эластики, все остальное, так вот и с элайнерами. Их тоже нужно вот этот момент именно помощи продумывать еще до того, как мы начали именно ортодонтическое лечение. Почему, какие ключевые моменты успешной работы на элайнерах, да, по сути, вот, ну, я их выделил, такие три, наверное, да. Первый, это очень тщательная и подробная история про диагностику, да, нам очень важно разбираться в той клинической ситуации, какая сейчас у пациента. И даже если он хочет один зуб переместить, нам все равно нужно понимать всю зубочелюстную систему в целом, да, ну, как бы, понимать о том, какой у него прикус, нужно понимать, движение нижней челюсти, нужно понимать, да, нужно понимать, есть ли у него проблемы с височным, нижнечелюстным суставом, и вот с парадонтом какая история. Вот это все-все-все, оно должно, ну, как бы, правильно раскладываться по полочкам. Отсюда, собственно, не будет следующий этап, да, следующий этап, который заключается в планировании, в том, как мы будем передвигать и перемещать зубы. Ну, и, конечно же, без этого, да, никуда, это вот наша внутренняя мотивация, хотим мы научиться на работе на элайнерах или нет, да. Вот здесь я сегодня приводил пример того, что, ну, получается, в 1900 году Эдвард Энгель создал первые, да, брекеты. И, по сути, ну, как бы, сто лет ушло на то, чтобы брекеты, ну, скажем так, завоевали мировую популярность. В то время, я думаю, когда он создавал, были точно такие же противники, которые говорили, что брекеты не работают, что это чересчур слишком сильные силы и так далее, и так далее. На сегодняшний день мы стоим на таком же пороге, да. В 1997 году компания LINE начала производить элайнеры, и сегодня у нас, скажем, получается 23 года прошло со дня их открытия, да. И технологически, ну, прошел, ну, скажем, такой очень большой скачок, да. Это уже международная компания, которая представлена во всем мире, и которая именно двигает элайнеры по всему миру. То есть вслед за ней, вы сами знаете, что очень много компаний, которые их производят, и в принципе, как бы, можно настроить и работу, и изготовление элайнеров, и у своей клиники, да, если еще, тем более, у зуботехнической лаборатории. Не так дорого стоит для нее программное обеспечение, не так дорого стоит все железо, которое необходимо. Главное, вот, именно мотивация в том, чтобы научиться работать на вот этом новом, или на новом аппарате, да, можно так сказать. На этом я подхожу к концу, да, своего маленького такого доклада. У нас будут выходить более длительные, более узкие, скажем, такие семинары, вебинары, да, на которых мы более подробно остановимся на всех этапах. И какие-то, если есть сейчас у вас вопросы, я с радостью на них отвечу. Единственное, что они будут с небольшой заминкой в плане по времени, да. Итак, я начинаю, да. Скажите, пожалуйста, завтра запись здесь посмотреть можно будет? От Светланы вопрос. Лучше всего этот вопрос организаторам задать, да, я думаю, что они ответят на него. Скорее всего, будет, я думаю, что. Следующий. Ну, тут организационный опять вопрос. Итак, я жду вопросы. Екатерина, очень рад, что вам было познавательно. Моя презентация и носила больше вот такой, наверное, момент истины, да, о том, чтобы у докторов и не обязательно ортодонтов, а именно у всех томатологов, наших коллег, складывалось правильное впечатление об этом инструменте, да, потому что, ну, если ты с ним не работаешь, ты не знаешь, что он может, а что он не может, да, как правило, как говорит сейчас статистика, не так много докторов работают с лайнером. Вот наша цель как раз о том, чтобы в лайнерах узнали все, да, все наши коллеги. И мы не, ну, как с хорошей стороны говорим, да, про илайнер, так и с не очень хорошей стороны. Поэтому, ну, скажем так, мы объективны, мы трезво оцениваем ситуацию. Так. так, ну, что, что дальше? Следующий вопрос, да, не планируете сделать цикл по работе с брекетами? биомеханика, позиционирование, спасибо за отзыв. У меня, ну, есть презентации, есть работы, в принципе, мы с организаторами это можем обсудить для того, чтобы запустить, ну, тоже, своего рода, вебинары. отлично, и следующий комментарий, да, дальше пациенты еще больше будут спрашивать, потому что социальные сети, да, интернет, инстаграм, фейсбук, они, реклама становится уже, скажем так, интегрированной, да, и каждому пациенту так или иначе уже встречалась информация про элайнеры, и, ну, нужно чуть-чуть хотя бы, мне кажется, в этом уже разбираться. Я был рад, что смог вам прояснить ситуацию. Следующий вопрос. Каким образом определить достаточность опоры резц... Так, и тут же вопрос. резцов достаточный для вытягивания маляров. Тут, как это все рассчитывается, да, если углубиться в биомеханику и даже можно углубиться еще глубже в анатомию именно зубов боковой группы и передней группы, можно понять, что площадь поверхности боковых зубов, да, она гораздо больше, чем площадь поверхности передней группы зубов, да, то есть я веду к чему? Потому что, опираясь только на переднюю группу, не получится выдвинуть там полностью боковую зуб, да, или внедрить его. То есть, как правило, здесь нужно либо по одному зубу производить какие-то движения, либо дополнительно использовать приспособления, какие-то, которые, ну, там, те же микроимпланты. Вопрос биомеханики, это, наверное, самый такой сложный в ортодонте, и очень много с этим, ну, очень много информации в этом плане, да, то есть это прям, ну, отдельный курс можно посвящать тому, как перемещаются зубы. Пожалуйста, был рад помочь цикл ортодонте. Хотелось бы цикл ортодонте от АДАЯ. Без проблем, я думаю, что мы можем это организовать и сделать, это, в принципе, не так сложно делать. особенно, если учитывая, наверное, специфику детской ортодонтики, да. Ну, что, на этом, я так понимаю, что вопросы закончились, я со всеми прощаюсь, до скорой встречи в эфире, всем здоровья и успехов в работе.